В центральную медико-санитарную часть продолжает поступать новое медицинское оборудование, которое было закуплено главным учредителем – Магнитогорским металлургическим комбинатом. Первым подарком в этом году стал современный видеоколоноскоп экспертного класса японского производства. Такой аппарат незаменим в ранней диагностике злокачественных новообразований кишечника, рассказывает Юлия Никифорова. Эндоскопическое отделение диагностического центра медсанчасти – второе в Челябинской области по количеству проводимых колоноскопических исследований. Ежедневно здесь проводится по 7-8 таких обследований, более полутора тысяч в год. Колоноскопию называют золотым стандартом диагностики злокачественных новообразований кишечника. Высокотехнологичное оборудование позволяет доктору видеть мельчайшие изменения слизистой оболочки кишечника пациента. Новый высокоточный видеоколоноскоп, который поступил в отделение около двух недель назад и уже запущен по работу, значительно повышает диагностические возможности медиков. Это, конечно же, наши спонсоры комбинат, нам дал такой замечательный прибор. Это прибор экспертного класса, называется он видеоколоноскоп фирмы «Олимпос». Значит, в чем преимущество его перед остальными приборами, которые у нас были до этого? Значит, во-первых, это уровень четкости, HD уже, high definition, то есть более высокая четкость, и мы можем видеть патологические образования, начиная с размером одного миллиметра. Новый видеоколоноскоп, помимо всего прочего, обладает еще и регулируемым уровнем жесткости, позволяющим прибору плавно проходить изгибы кишечника пациента. Также у аппарата особые спектральные возможности – голубое свечение, благодаря которому доктор более четко видит границы новообразования. Очень многое зависит и от специалиста, который проводит исследование, да. Но, естественно, при наличии такого прибора, особенно в режиме НБА, то есть узкого спектра осмотра, конечно, повышается возможность на 15-20% даже у того же специалиста, который смотрит обыкновенным прибором. Видеоколоноскоп – это первая ласточка. Поступление нового оборудования в больницу продолжится. В этом году за счет средств учредителя по ОММК будет приобретена еще и партия эндоскопического оборудования, а также новый компьютерный томограф. Дирекция Монтогорского туристического комбината в рамках стратегии развития нашей клиники выделила определенный объем инвестиционных средств на закупку нового оборудования. Так вышло, что эндоскоп пришел первым из 12 позиций, которые должны прийти до конца сентября. Остается добавить, что медики советуют регулярно проходить профилактическое колоноскопическое обследование, начиная с 45-50-летнего возраста. Рак толстого кишечника – одно из самых распространенных онкозаболеваний, занимающее вторые и третьи позиции как у мужчин, так и у женщин. За здоровьем нужно следить.